уважаемые студенты четвертого курса мы с вами начинаем изучение предмета новейшая история стран запада этот предмет изучается в седьмом семестре на его изучение выделено 5 кредитов это значит у нас с вами будет 15 часов лекции 30 часов семинарских занятий и 25 часов срсп вы меня уже знаете меня зовут перевезницев александр леонидович я доцент кафедры истории и религоведения итак что могу сказать о курсе новейшая история стран запада во первых начнем с понятия новейшая история или современная история как ее еще называют это ныне текущий период всемирной истории как вы знаете всемирная история делится на четыре крупных периода история древнего мира история средних веков новая история и новейшая история вот по поводу хронологии периодизации новейшей истории до сих пор есть определенные споры есть разные точки зрения и в принципе в основном дело касается начала так сказать новейшей истории где заканчивается новая начинается новейшая современных западных учебниках рубеж девятнадцатого двадцатого веков считается рубежом между новой и новейшей истории. В наших учебниках до сих пор этим рубежом является Первая мировая война. Чаще всего это окончание Первой мировой войны 1918 год, либо начало Первой мировой войны, 1914 год. А в советские времена доминировала марксистская точка зрения, марксистская ленинская, о том, что новейшая история это период после 1917 года, после октября, после прихода большевиков к власти. Мы вынуждены опираться на нашу типовую программу по которой говорится, что новейшая история начинается с момента окончания Первой мировой войны, то есть с 1918 года. Таким образом, новейшая история длится немного более 100 лет и увеличивается каждый день, потому что сегодняшний день завтра уже станет частью вот этой новейшей истории. Наш курс будет поделен на 4 крупных блока или модуля. И первый модуль, он называется «Введение в предмет страны Европы и Америки в 1918-1939 годах». Дело в том, что у нас первый модуль это 1839 годы, второй модуль это Вторая мировая война 39-45 годы, и затем еще два модуля будут в послевоенный период. Таким образом, я сказал уже о хронологии, теперь о периодизации. Новейшая история делится на два крупных периода. Это до 45-го года и после 1945-го года. То есть окончание Второй мировой войны, это тоже очень крупная, большая дата, которая делит новейшую историю на два периода. Поэтому, когда мы говорим «послевоенный период», обычно имеется в виду период после 1945-го года. Что мы с вами должны рассмотреть сегодня? Сегодня у нас первая лекция, она как всегда вводная. Я сейчас вам говорю о курсе, о его хронологии, периодизации. Также мы рассмотрим вопрос общей тенденции развития западных стран в 17-45-м годах и должны поговорить еще о Версальско-Вашингтонской системе послевоенного устройства мира. Ну и несколько слов об литературе, библиографии к курсу. В принципе, вы можете использовать любой учебник по новейшей истории стран Запада или стран Европы и Америки, как еще по-другому можно сказать, которые вам встретятся. Я вам хочу показать несколько последних изданий. Вот, допустим, «Пономарев. История стран Европы и Америки в новейшее время». Это московский учебник 2006-го года. Издание. Тут довольно подробно рассмотрен первый период как раз-таки до Первой мировой войны. А вот наоборот учебник Заболотного, который называется «Новейшая история стран Европы и Америки и Северной Америки конец 20-го, начало 21-го века». Это учебное пособие для студентов Москва издательства «Астрель» 2004-й год издания. И, наконец, поскольку у нас в 20-м веке очень много событий международных отношений, мы и сегодня будем говорить о международных отношениях и применительно ко Второй мировой войне и после Второй мировой войны. Вот, пожалуйста, учебник Сидоров-Клейменова «История международных отношений 1918-1939 годов». То есть, как раз вот тот период, которым мы с вами сейчас начнем заниматься. Вот эта книжка издана также в Москве в 2008-м году. Но, повторюсь, есть и более новые издания. Я по ходу лекции дальнейших буду вас с ними знакомить. Ну и по истории отдельных стран, по истории Англии, Франции, США я тоже вам буду называть соответствующую литературу. Ну и теперь приступим. Итак, 1918-й год. Только что завершилась Первая мировая война. Тогда еще не знали, что она будет называться Первая. На Западе ее просто назвали «The Great War». То есть «Великая война». То, что она стала Первой мировой, это станет понятно, когда начнется Вторая, Так вот, закончилась Великая война, в которой участвовало практически три четверти населения мира, которая потрясла тот мир, который существовал в начале XX века до самого основания. Представьте себе, рухнули почти все империи, которые существовали в тот момент. Рухнула Российская империя, распалась, вышли Финляндия и Польша, так сказать, рухнула Австро-Ленингерская империя, распалась, появилась масса независимых государств, рухнула Османская империя, распалась тоже на целый ряд государств, Британская империя устояла, и то, в принципе, после Первой мировой войны очень многие ее колонии стали доминионами, а доминионы стали независимыми государствами. Действительно, была очень страшная война, кровопролитная, с применением новых вооружений на тот момент, танков, подводных лодок, крупнокалиберной артиллерии, отравляющих веществ в Первой мировой войне, активно довольно-таки применялись, отравляющие вещества, боевые газы, и число погибших, конечно же, потрясало, то есть по разным оценкам в Первой мировой войне погибло от 17,5 до 21,5 миллиона человек. При этом, вот, если брать цифру 21,5 миллиона, то где-то 10 миллионов погибло на поле боя, и 11,5 это мирные жители в тылу, от бомбардировок, от болезней, и так далее, и так далее. Надо сказать, что окончание Первой мировой войны, оно сопровождалось еще и пандемией. Сейчас нам это слово очень близко знакомо, мы сами с ним столкнулись, да, сейчас, вот, но сейчас в мире скончалось примерно где-то 850 тысяч человек, да, вот, на настоящий момент, от этой пандемии COVID, а в 1918-19 году мир прошел через три волны пандемии испанского гриппа или испанки, и вот от него умерло в мире 13 миллионов человек, тогда, вот, 100 лет назад, вы видите, какие были масштабы и что с собой еще, как бы, дополнительно принесла Первая мировая война. Так, ну, и теперь, какие изменения произвела, так сказать, Первая мировая война, международной обстановки, международной ситуации. Надо сказать, что в тяжелейшем положении оказались Германия, которая, собственно говоря, проиграла, да, в Первой мировой войне и потеряла часть территории, потеряла огромное количество мунистральных ресурсов, людских ресурсов и так далее. К числу потерпевших можно отнести и Россию, хотя она долгое время была членом Антанты, но потом вышла из Антанты, заключила в Германии сепаратный мир, вот, за что подверглась интервенция, да, со стороны своих бывших союзников. Надо сказать, что Россия тоже, так сказать, там произошло, вы знаете, две революции, вот, и февральская 17-го года, и октябрьская 17-го года, дважды менялся строй, рухнула монархия, рухнула империя, огромные тоже людские, материальные потери, вот, и потом сразу же началась Гражданская война, которая тоже явилась кровавым продолжением Первой мировой войны, да, вот, надо сказать, что даже страны Антанты, во главе с США, Англией, Францией, они вроде бы выиграли, да, Первой мировой войне, но тоже оказались в тяжелом, зачастую, в неравном положении. Надо сказать, что выиграли, если так сказать, от этой войны в первую очередь Соединенных Штатах Америки. Они были должниками перед Первой мировой войной, должны были Англии, Франции, так сказать, да, теперь наоборот, после Первой мировой войны, в годы войны, оказывая экономическую, финансовую, продовольственную помощь своим союзникам по Антанте, США стали таким всемирным кредитором теперь уже Соединенных Штатах Америки, страны, союзники по Антанте, должны были огромные, огромные деньги. Надо сказать, что вот рост этого экономического могущества позволил США претендовать и на мировое лидерство. Надо сказать, что даже политически США стали претендовать на эту роль уже в конце Первой мировой войны, когда именно президент США Удро Вильсона выдвинул программу завершения войны после военного устройства мира в так называемых 14 пунктах Вильсона. Ну и надо сказать, что Англия в годы Первой мировой войны окончательно утратила положение лидирующей мировой державы. Надо сказать, и Франция тоже понесла колоссальные потери, потому что большинство крупных сражений, вообще, театр военных действий на Западном фронте, он в основном проходил на территории Франции. Давайте вспомним главные сражения Первой мировой войны. Верденская мясорубка, битва на реке Итор, битва на реке Сомми, и так далее. Все это французские названия, собственно говоря. Там все поля были, так сказать, сожжены, выкашены, артиллерией, там масса разрушений, масса людей потеряли свои дома, и так далее, и так далее, и так далее. Одним из положительных таких элементов, так сказать, международной ситуации после Первой мировой войны стало возникновение в Европе новых независимых государств, таких как Польша, Чехословакия, Югуславия, Прибалтийских государств, Латвия, Эстония. Надо сказать, что итоги Первой мировой войны были закреплены в мирных договорах, которые были выработаны на Парижской мирной конференции, открывшейся 18 января 1919 года. В этой конференции участвовали 27 государств, кстати, еще одно крупное событие международное состоялось 18 января в свое время, в 1871 году, 18 января Германская империя была проглашена, поэтому, я думаю, не символично, что именно в эту дату открылась Парижская мирная конференция. Но среди 27 государств он задавала большая тройка, это премьер-министры Англии и Франции, Лоид Джорф и Клемонсо, соответственно, и президент США Водро Вильсен. Надо сказать, что побежденные страны, то есть Германия, Австро-Венгрия бывшая, Турция и Болгария не были приглашены на Парижскую мирную конференцию, как и представители Советской России. Ну и два главных вопроса было на Парижской мирной конференции. Во-первых, это принятие Устава Лиги Наций 26 апреля 1919 года и подписание Версальского мирного договора с Германией, который был подписан 28 июня 1919 года. Еще раз немножко о символике цифр. 28 июня 1914 года, пятью годами ранее, был убит Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгерского престола. И вот это событие, которое послужило поводом к развязыванию Первой мировой войны. Вот ровно спустя пять лет, 28 июня 1919 года, Германия подписала довольно унизительный, позорный для себя Версальский мирный договор. Она долгое время отказывалась подписывать, потому что там было очень много статей, которые не устраивали. На Германию давили, так сказать, все остальные страны. И в конце концов, особенно Германия, конечно, была недовольна пунктом, что именно она является единственной виновницей развязывания войны. Это, конечно, было не совсем так, но тем менее, я не буду долго говорить о территориальных изменениях. То, что Лиза-Слотаринга вернулись в состав территории Франции, так сказать, Саарский угольный бассейн на 15 лет переходил под управление регенацией и так далее. Надо сказать, что часть территории ушли к Польше, это Верхняя Силезия Померания, Данцик немецкий, который польский, Гданцик теперь и вышла Германия. И даже Мемель или Клайпеды были переданы со временем в Литве. Германия лишилась всех своих колоний. Германская армия была сокращена до 100 тысяч человек, причем офицеров могло быть не больше 5 тысяч. Германии было запрещено разрабатывать и производить новые виды вооружений. И, кроме того, репарации. Германия должна была подключить операцию, репарация будет отдельный разговорный семинар. С союзниками Германии с Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией были подписаны другие договоры Сен-Жерменский, Ниийский, Трианонский и Северский. И вот все они в массе составили систему договоров и взято под названием Версальской. Ну и, как я уже говорил, Лига наций была образована. Это прообраз ООН, такая мировая структура. Это первый шаг по формированию международного правового пространства. Надо сказать, что США не ратифицировали Версальский договор, не вошли в Лигу нации из-за разногласий. Затем по итогам войны на Дальнем Востоке были проведены, была проведена Вашингтонская конференция, поэтому система, которая была образована, стала называться Версальско-Вашингтонская. Так, и теперь контрольные вопросы к тому, что вы услышали. Первый. Каковы итоги Первой мировой войны? Второе. Какое событие мировое произошло 18 января 2019 года и какое еще важное событие в европейской истории произошло в этот день? Кто был инициатором разглашения Лиги нации, когда был принят Нареонтодонская. Редактор субтитров А.Семкин